На улице пушистый снежок и тёплая зимняя погода. Самое время заняться спортом, покататься на санках, лыжах, коньках. А может даже искупаться в проруби. И вот какие результаты работы работников правоохранительных органов Артёмовского городского округа. Ведь пока жители отдыхают, они всегда на посту. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 289 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 8 сообщений зарегистрированы с признаками состава происшествия, из которых 7 содержат признаки примитивного состава и 1 содержит признаки преступления средней тяжести и по более тяжким составам преступления. По 155 сообщений принято решение в дежурную сутки, из которых по одному возбуждено уголовное дело. По 39 материалам проверок принято решение о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 24 материала направлено по территориальности и последственности. По 28 материалам проверок принято решение при общении специального номенклатурного дела, как не нашедших свое подтверждение. По 7 сообщениям составлены административные протоколы. 42 сообщения приобщено к ранее зарегистрированным фактам. Отказано в возбуждении административного производства по 9 сообщениям. На территории Артемовского городского округа по подозрению в совершении преступлений был задержан 1 человек. Наставленной дежурной частью МВД было 4 человека. Все граждане поставлены на фотоучет и дактилоскопированы. Анпротоколов было составлено всего 519, из которых 484 по линии ГИБДД. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 466 единиц автотранспорта, 523 гражданина проверено по базам МВД на розыск, также 30 граждан проверено на наличие неоплаченных штрафов. Ну и еще хочу сказать, что в связи с произошедшими на территории Российской Федерации террористическими актами в настоящее время силами службы участковых и поломоченных и вообще сотрудников полиции у нас в районе проводится обход жилого сектора с целью установления лиц, сдающих, снимающих квартиры в нашем районе. То есть в связи с этим прошу граждан быть бдительными, при каких-то нарушениях сразу сообщать в МВД. Продолжение следует...